Если это последствия неправильного приема родов, тогда это врачи. А если это образ жизни родителей сегодняшних, которые пьют, курят, я не знаю, тогда родители, конечно. Я считаю, что в первую очередь это экология и безответственность молодых родителей. Родители, которые не ведут здоровый образ жизни, это часто бывает. Я думаю, что неправильная вода в трубах течет, и воздух нехороший, вот причина. И родители, которые не правильный здоровый образ жизни, и врачи, которые безалаберно относятся к всему этому. Нездоровый образ жизни, и наша экология, наше питание, это все совсем. В основном, наверное, нездоровый образ жизни, я думаю, больше. Тут все вместе. Конечно, очень многие люди пьют, курят, даже употребляют наркотики, но и медицина в ужасном состоянии. Плюс, вы знаете, какая у нас экология, много вредных предприятий. Ну, частично родители и экология. Я бы не стала валить вину ни на тех, ни на других. Возможно, причина в экологии. Возможно, причина в том, что в плане нервов у нас сейчас сложнее обстановка. В прямом эфире работает сейчас наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн». И мы только что посмотрели опрос, и наша уважаемая гостья, врач-неанатолог Галина Николаевна, сейчас, наверное, как-то прокомментируете. Сможете ли вы сказать, что вам понравилось, что вы отрицаете, что правильно говорят наши горожане? Ну, вот мне на самом деле очень понравилось, импонировало не перекладывать всю вину за рождение нездоровых детей на медицину. Потому что, действительно, эта проблема, она многоплановая. И изначально, когда вот такой, ну, не дай бог, родился нездоровый, проблемы какие-то, родовая травма в том числе, или нездоровый ребёнок, когда обвиняют во всём докторов, чаще всего это бывает не совсем так. То есть здесь очень многофакторная проблема, в которой, конечно, возможно, есть какой-то момент, что горожане говорили, да, вот как-то медицина у нас не на том уровне находится. Но, тем не менее, чаще всего врачи из ситуации, которая складывается для данной конкретной женщины в процессе родов, они делают максимально возможное необходимое решение, чаще всего. Вот сколько видела таких ситуаций, конечно, чаще всего, когда женщина сделала многочисленные аборты и так далее, то есть моменты, вредные привычки имеет, конечно, здесь родить здоровое потомство достаточно сложно бывает. Всё-таки вопрос относительно родовых травм от Кристины. Бывают ли скрытые родовые травмы и какие? И родовая травма может дать знать о себе сразу, или могут пройти месяцы, прежде чем она себя может проявить с точки зрения невролога? Понятно. То, что касается, спасибо за вопрос, Кристина. То, что касается, в принципе, самой по себе проблемы родовой травмы, то здесь она тоже, как бы, вот, ну, мне кажется, с точки зрения обывателя, она немножко, как бы, всё в родовую травму. На самом деле здесь не просто травма, как по себе травма, да, это момент в большей степени гипоксии именно нарушения кислородного голодания. И, как правило, конечно, родовая травма, если говорить о родовой травме, как о самом понятии, она проявляется сразу с рождения. Причём очень хорошо степень родовой травмы могут даже оценить банально, ну, любая мама. Есть оценка по Абгар, которая принята, в принципе, мировая оценка принята. Она как раз показывает степень родовой травмы. То есть, если ваш ребёночек родился с оценкой по Абгар 7 баллов и выше, это означает, что, скорее всего, гипоксии в родах ребёнок не испытывал. Либо, если даже она была, то она была кратковременной, которую он смог скомпенсировать. И чем ниже оценка по Абгар при рождении, тем больше шанс родовой травмы. Как правило, грамотный невролог, он даже грамотный нанотолог в роддоме, он уже может оценить эти моменты. И, как правило, многим таким детям при выписке рекомендуют консультацию невролога уже в месячном возрасте, проведение нейросонографического обследования. Вот, по сути сказать, этот момент, то есть, предположить, спрогнозировать, каким образом, да, можно ли увидеть скрытые проблемы родовых травм. То есть, грамотный невролог, он, конечно, определит это практически к возрасту 2,5 месяцев, месяца в обязательном порядке. Всё, что дальше происходит с ребёнком, это, как правило, могут накладываться, могут накладываться падения с кроватки и так далее. То есть, там моменты такие могут быть. — Галина Николаевна, Вы знаете, на сайт приходит много вопросов, поэтому я их буду задавать, а Вы постарайтесь так не очень обширно и подробно о них отвечать. Вопрос такой, скажите, а правда ли, что 7-месячные дети лучше 8-месячных и почему? — Ну вот здесь есть момент такой, что это касается зрелости лёгких. То есть, ребёнок, который в 7 месяцев, то есть, вес при рождении, как правило, это 1,5 килограмма, они могут легче раздышаться, чем ребёнок, который родился в более позднем возрасте. То есть, здесь момент именно зрелости лёгочной системы. То есть, ребёнок слишком большой, но ещё не зрелый. То есть, действительно, может быть такой вариант, но всё равно, чем более доношенный ребёнок, тем эффект на здоровье лучше. — Вопрос от Надежды. Можно ли выправить ребёнка, который весит 500 грамм, и нужно ли это? Ведь он всё равно не будет никогда полноценно здоровым. — Ну вот это как раз-таки посвящена нашей передаче вот этому, что на самом-то деле такие детки, они достаточно перспективны. Конечно, сейчас пока методики, они улучшаются и улучшаются и улучшаются. Может быть, конкретно 500-граммовый ребёнок в настоящее время, он, может быть, не такой будет, там, совсем суперздоровый. Но я начинала 20 лет назад, и с 900-граммовых были не очень хорошие дети. Сейчас они выхаживаются очень качественно. То есть, методики, они совершенствуются. — Вы знаете, очень много споров и, наверное, очень много мнений о том, стоит ли маленьких детей вывозить куда-то в отпуск, стоит ли с ними летать. И вот сейчас очень модно рожать за границей, с маленькими детками возвращаются потом. Как Вы думаете, есть ли какая-то опасность вот именно перелётов, самолёта или это опасность перемены климата? Насколько вообще проблема? — Ну, я вообще сама очень сторонник, да, поездок на юг, но не в возрасте до года. То есть, на самом деле, ребёночек до года, он слишком много занимает времени самых разных моментов технических. То есть, это поддержание чистоты, это поддержание режима дня, это поддержание определённого комфорта во время сна и так далее. То есть, склонность к перегреву, склонность к переохлаждению. Вот этот вот момент с перелётом самим по себе, то есть, воздействие на ушки и так далее. То есть, есть моментов очень много, которые сложно решить в таком маленьком возрасте. Даже у ребёнка с года до пяти лет адаптация слишком длинная. То есть, как правило, родители себе не могут позволить уехать там на три-четыре недели на отдых. И получается, что адаптация у них занимает около трёх недель. И таким образом, ребёнка, перевозя даже в возрасте года, менее чем на три недели, привозя его обратно, начинается вторая адаптация, которую дети, как правило, очень тяжело переносят, и, как правило, присоединяются к болезням. И фактически идея оздоровить ребёнка в этой ситуации насводится на нет. Но Вы вначале сказали, что Вы хорошо относитесь к поискам на юг. В чём же польза тогда? Да, по сути, я считаю, что вообще на самом-то деле юг – это вещь очень хорошая для повышения иммунитета. То есть, там лечит сам климат на самом-то деле. Солёное море, солнце, песок, контрастные вот эти вот моменты – горячий песок и холодное, прохладное море. Оно очень хорошо. Но здесь надо тоже очень много, очень много внимательных моментов именно просмотреть для того, чтобы ребёнку не нарушить акклиматизацию, не нарушить его здоровье, а поднять это здоровье. То есть, в принципе, эффекта поездки на юг, как правило, для повышения иммунитета, особенно для детишек садичного возраста, которые часто болеют, которые пошли в садик, хватает на 8 месяцев, чтобы ребёнок вообще не болел. А за счёт чего вот на самом деле детишки в самолёте очень часто плачут? За счёт перепада высоты. Что происходит? Почему взрослые лучше переносят? Проблема в том, что взрослый может понять, чтобы ему выровнять… То есть, при взлёте самолёта происходит очень сильное разряжение воздуха, то есть, при этом каждый взрослый видит, что нужно проглотить, да, слюнку для того, чтобы выровнять давление в ушах. То есть, причём это происходит во время взлёта и во время посадки. Маленькому ребёнку это очень сложно объяснить, поэтому, как правило, вот мы рекомендуем во время дороги поить ребёнка на взлёте, на посадке, либо хотя бы сразу после них, чтобы выровнять давление. Потому что в противном случае даже при наличии минимального насморка у ребёнка может просто закончиться аэроатитом так называемым, который достаточно может вызвать много беспокойств уже на юге. То есть нужно дать водичку во время взлёта и посадки или смесь какой-то, или ещё что-то? Либо грудь, если ребёнок на грудном вскармливании после года, то пожалуйста. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о прививках. Сейчас очень много таких, видимо, прецедентов, когда детям вообще их не ставят. Но ставить прививку от гепатита новорожденным в самый первый день рождения – это тоже странно. Вот такой вопрос. Как Вы к этому относитесь? Стоит ли прививать детей в таком раннем возрасте? Ну вот насчёт прививки от гепатита B. На самом деле вакцина эта разработана конкретно для женщин, которые носители HBS-антигена. То есть любая женщина при беременности несколько раз на этот HBS-антиген обследуется. Естественно, если Вы являетесь таким носителем, да, женщина, тогда обязательно эту вакцину ставить. В других случаях, на самом-то деле, Вы имеете право по большому счёту эту вакцину перенести на более поздний период. Хотя я, честно сказать, сторонник прививок. Потому что прививаются от болезней, которые очень страшные, серьёзные, от которых ребёнок может получить инвалидность, либо погибнуть. И на самом-то деле не прививать. Я считаю, что в наше время это очень опрометчиво. Мы детей на самом деле не десятками рожаем, чтобы вот этого там одного, двух, трёх детишек потерять от дифтерии, которая есть. Я сама вот 20 лет назад попала под такую эпидемию. Я сижу перед Вами только потому, что я была привита. Поэтому, как бы, если подойти к процессу прививочному, даже у маленьких недоношенных проблем на детей очень грамотно, и не прививать детей сразу после болезни, выжидать время, когда иммунная система восстановится, прививать по индивидуальному графику импортными вакцинами, то, в принципе, риски поствакцинальных реакций, они практически равны нулю. То есть в роддоме прививку от гепатита, если сам не являешься носителем, можно не ставить? К тому спокойно относятся на самом-то деле доктора, то есть по большому счёту. Вот от БЦЖ, да, здесь вопрос такой, что лучше поставить, чем не поставить, потому что там есть другая проблема, вот то, что касается прививок, которые в роддоме могут предложить. Там проблема другая, что если мы не прививаем до двухмесячного возраста, дальше уже нужно прививать через пробу МОНТО. А туберкулёза очень много на самом-то деле. Я говорю, болезни, от которых прививаются и дифтерия, и краснуха, и скарлатин, это очень серьёзные заболевания, от которых ребёнок может, по сути сказать, погибнуть или остаться инвалидом. То есть не надо подвергать детей такому риску. И буквально, наверное, пару последних вопросов. Первый относительно сайта от Оксаны. Действительно ли стало так много больных детей, в сети постоянно собираются деньги на больных, младенцев, у которых смертельные заболевания, можно вылечить только в Америке или где-то за границей? Действительно ли это так? Ну, я бы сказала, что в целом, возможно, что так. Это как раз-таки вот к нашему опросу, да, об ухудшении экологии, качества воды, питания, вредных привычках и так далее. То есть если, например, сравнить с нашими бабушками и дедушками, то, конечно, это да, скорее всего. Мало того, успехи в медицине, они же сами себе создают поле для того, чтобы эти девочки, которые родились 20 лет назад и начали выхаживаться, они сейчас начинают рожать. Конечно, здоровье и женщин, и мужчин, оно несколько ухудшилось. Но, мне кажется, здесь надо тоже с долей скепсиса относиться к тем сайтам, которые собирают деньги так интенсивно, потому что не всегда это всё так. Ну и, наверное, последний вопрос. Как Вы относитесь к родам дома? Ну, честно сказать, я считаю, что это огромный риск. Всё-таки, на самом-то деле, для женщины, которая решила рожать на дому, просто очень часто они не осознают, на какие проблемы в процессе родов могут они попасть. То есть, ну, их масса, просто такая масса, что, мне кажется, проще доверить всё-таки профессионалам в больнице. То есть, на самом деле, ну, нет доверия нашим, если, пожалуйста, можно зарубежные больницы, пожалуйста, есть варианты. Можно, в конце концов, ну, вот мой такой, да, добрый совет, как мамы, как доктора, что нужно найти доктора, которому ты доверяешь. Потому что даже в математике не всегда дважды, 24, а в медицине вообще сколько будет врачей, столько будет мнений. И поэтому, если Вы доверяете доктору, я думаю, что успех родов обеспечен, здорового ребёнка в том числе. Спасибо большое, Галина Николаевна, что Вы нашли время и так подробно ответили на часть вопросов. Вопросов, на самом деле, было очень много, я думаю, что Вы потом посмотрите и сами удивитесь, какой интерес вызвала вот эта вот проблема родовых травм, и проблема доношенных и недоношенных детей, и уход за ними, особенно в первый год жизни. А сейчас время рубрики «5 минуты красоте», и сегодня мы будем говорить о том, как помочь сохранить стройность нашему телу при помощи водорослевых обёртываний. Оставайтесь с нами на связи, и обязательно увидимся в следующую среду.